Сегодня мы расскажем вам, как отработать скоростные качества боксера при помощи жгута. Скорость делится на скорость одиночного движения и частоту движения. И сейчас мы рассмотрим упражнение на скорость одиночного движения и частоту движения, которые применяются при обучении прямому удару. Итак, скорость одиночного движения. Мы берем жгут, наматываем его на руку, делаем максимальное натяжение жгута, чтобы нам было тяжело взорваться. Стараемся технически все сделать верно. Загружаем дальнюю ногу, встаем в стойку, готовимся к удару и мощным движением взрываемся. Даем мышцам восстановиться, готовимся, загружаем ногу, чувствуем все мышцы и с помощью четкого техничного движения наносим прямой удар. Еще раз напоминаю, натяжение жгута должно быть максимальным. Эта работа должна выполняться достаточно тяжело. Точно такую же работу мы выполняем и для переднего прямого. Натягиваем жгут, заряжаем ноги и с помощью мощного движения ног и корпуса пробиваем передний прямой. второй фактор чистота движения. Теперь мы уже берем два жгута в руки. Натягиваем жгут и стараемся максимально быстро наносить прямые удары. Разберем теперь боковой удар. Здесь у нас два варианта работы. Классический в сторону и более тяжелый, немножко непонятный, нанесение ударов в третий. Итак, классический вариант. Я натягиваю жгут вот таким образом. Видите, у меня рука тянется в сторону. Подсаживаюсь, загружаю бедро и отсюда взрываюсь. Еще раз напоминаю, жгут максимально натянут. И менее удобный вариант, но более технически верный. Я бью это на движение вперед. Также заряжаю ногу. После нанесения мощного удара я даю себе достаточное количество отдыха. Я восстанавливаюсь, заново сильно заряжаюсь, наношу удар и снова восстанавливаюсь. То есть я должен носить удар относительно бесфонной усталости. И частота движения. С апперкотом чуть поинтереснее стоим. Здесь у нас будет для одиночных ударов три упражнения. Итак, более техничный, но не классический вариант. Когда я стою в стойке и бью апперкот четко вперед, натягиваю жгут, подсаживаюсь на ноге и мощно наношу удар. Теперь упражнение для апперкотов на чистоту движения. Теперь рассмотрим другие варианты работы с резиной для апперкота. Тот вариант, когда мы остаемся на опорной ноге. Я подсаживаюсь на опорной ноге и наношу апперкот четко вверх. И классический вариант, когда мы переносим все-таки вес тела. Справа на лево. Все упражнения выполняются по раунду. Упражнение на скорость одиночного движения мы можем сделать. Один удар раз в 10 секунд, там, тире 20 секунд. А упражнение на чистоту движения мы разбиваем раунды на 30 секунд. 5 секунд мы ускоряемся и 25 секунд отдыхаем. Все эти упражнения мы делаем на одной тренировке. Потому что мы тренируем скорость на этой тренировке. А как мы уже и говорили в начале, скорость делится на чистоту движения и скорость одиночного движения. Поэтому мы делаем два упражнения на чистоту движения и скорость одиночного движения. Занимайтесь единоборствами, подписывайтесь на канал BODEN SWEET, оставляйте свои комментарии, нам это очень важно. Всего доброго. Что касается упражнений на выносливость, мы просто выполняем эти упражнения в динамике в течение всего раунда. Итак, например, мы в течение раунда бьем одиночные удары на каждое движение вперед. Субтитры создавал DimaTorzok